Лето пожароопасный период. Согласно предоставленным данным отделения надзорной деятельности Северского района, в этом году на территории муниципалитета уже произошло 285 пожаров и возгораний, в которых погибло 3 человека, в том числе один ребенок. Травмы различной степени тяжести получили 5 человек. Основным местом возникновения пожаров был и остается частный сектор. Причина – неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки. Люди безо всякой опаски сжигают на открытой местности мусор, отходы строительных материалов, скошную траву и спиленные ветки. В свою очередь, жарко, засушливая погода и ветер способствуют распространению пламени и началу ландшафтных пожаров. Летний пожароопасный период – тревожное время для всех. И хочется надеяться на то, что со стороны каждого гражданина будут приняты меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от возможной беды. В случае возникновения пожара или возгорания не теряйтесь и не паникуйте. Звоните по телефону стационарной телефонной связи 0-1 или по сотовой связи 101 и 112. В зале района администрации прошло еженедельное рабочее совещание. Перед официальной частью за личный вклад и профессионализм чествовали руководители организации потребительской сферы. Первым вопросом на встрече рассмотрели роль малозатратных форм занятости детей в летний период. С докладом по этой теме выступила начальник управления по вопросам семьи и детства Ирина Большакова. Численность детей в районе составляет от 0 до 18 лет 24 476 человек. И задача – обеспечить детей интересным, насыщенным и безопасным летним отдыхом. Для ребят организованы дневные тематические вечерние спортивные площадки. Работали профильные лагеря и лагеря труда и отдыха. Прошло три слета фестивального движения «Школьника Феникс». Популярностью пользуются у ребят краткосрочные походы и экспедиции. Более 6 тысяч школьников приняли участие во всекубанском турнире по уличному баскетболу. А в период с 24 июля по 3 августа принимают ребят и пятидневные тематические смены в лагере «Мирно». Удалось увеличить общими усилиями всех заинтересованных ведомств показатель трудоустройства. 412 ребят в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроены в летний период. Следующий вопрос. Отчет управляющих компаний. О том, что сделано и что еще предстоит сделать в афибском поселении, доложила директор управляющей компании «Солнечная долина» Олеся Каленько. Обсудили на совещании участники встречи и санитарное состояние в поселениях муниципалитета. В 2019 году введут уголовную ответственность водителей за побег с места ДТП. МВД предлагает наказывать таким образом водителей, которые скрылись с места аварии, повлекшие тяжкие последствия. Речь идет о ДТП, в котором погибли люди или же кому-то из участников был причинен тяжкий вред. Согласно проекту федерального закона, беглецы с места ДТП будут приравнены к лицам, устроившим аварию в состоянии опьянения. Так водитель, ставший по неосторожности виновником гибели человека, может быть приговорен к лишению свободы на срок до 5 лет. Пьяный водитель в этом случае может быть наказан на срок до 7 лет. Именно так МВД призывает наказывать и водителей, скрывшихся с места аварии. Ведомство считает, что требование оставаться на месте ДТП, закрепленное в уголовном законодательстве, защитит интересы всех участников дорожного движения. Проводить общественное обсуждение законопроекта ведомство не стало. После проведения независимой антикоррупционной экспертизы правительство внесет документ в Госдуму. Кубанские фермеры смогут получить гранты до 3 миллионов рублей. Претендовать на грант может каждый, кто зарегистрировал свое хозяйство не больше двух лет назад. Размер выплат зависит от рода деятельности фермера. Например, те, кто занимается разведением мясного или молочного крупного рогатого скота, получат до 3 миллионов рублей. А те, кто выращивает фрукты и овощи, могут рассчитывать на сумму до полутора миллиона. В Краевой Минсельхоз уже подали больше 60 заявок, в том числе две заявки из Северского района. Всего в нашем муниципалитете порядка 160 фермерских хозяйств. Вместе с другими документами фермер должен предоставить и план расходов. Условия софинансирования исключительно выгодны – 90% от государства и только 10% собственных средств. Уже сейчас появилось много интересных проектов. Спрос на такие гранты постоянно растет, как и финансирование программы. Если три года назад между всеми претендентами распределяли 32 миллиона рублей, то сейчас общий фонд увеличился до 90 миллионов рублей. Золотой мост стал новой популярнейшей достопримечательностью Вьетнама. Его открыли только в июне, но он уже привлекает десятки тысяч человек. Сооружение возвышается на тысячу метров над уровнем моря. В пешеходную дорожку поддерживают две гигантские каменные руки, словно выросшие из горной породы. С моста открывается захватывающий вид на природный ландшафт. «Замечательная архитектурная идея. Глядя на это, я верю, что человеческие руки могут сотворить многое. Очень красиво». Согласно замыслу архитекторов, сооружение должно символизировать руки бога, приподнимающие над землёй золотую полоску. «У этого моста уникальный и интересный дизайн. Колоссального размера руки, держащие мост на высоте тысячи метров. Это сооружение выглядит и древним, и современным. Туристам это очень интересно». Золотой мост находится недалеко от Донанга. Ранее здесь построили самую длинную в мире канатную дорогу. В прошлом году на ней побывали почти три миллиона человек. Теперь архитекторы планируют возвести здесь серебряный мост в виде пряди волос. Продолжение следует...